Встреча с крымчанином Свободу Сенцогу Украинская группа во время концерта в Польше призвала освободить узника Кремля Крымская декларация Что дальше? В Киеве дискутировали на тему деоккупации полуострова Избивали ли Владимира Балуха в СИЗО Симферополя? Это пытается выяснить адвокат украинца вместе с гражданским защитником архиепископом Климентом В эти минуты они находятся в СИЗО Под стенами учреждения пребывает журналист Тарас Ибрагимов Он с нами на связи Тарас, здравствуй Расскажи, удалось ли адвокату и архиепископу Клименту встретиться с Владимиром Балухом? Ну вот в эти минуты адвокат Владимира Балуха и архиепископ Климент находятся в СИЗО Вот СИЗО за моей спиной, вам, к сожалению, его не видно Но вот я нахожусь через дорогу от СИЗО и они пока что находятся там Я думаю, что они выйдут в ближайший Потому что график посещений до 17 часов как раз Вот поэтому я думаю, что в ближайшее время мы узнаем все подробности И я думаю, что им все-таки удастся увидеться с Владимиром и поговорить По крайней мере, сегодня я вот общался на камере встречи с адвокатом и Климентом Они говорили, что они попытаются с ним увидеться И что они все-таки, скорее всего, с ним поговорят И Владимир уже точно расскажет обстоятельства того Был ли какой-то инцидент СИЗО-избиением или нет Но пока что никаких сведений нету Под СИЗО находится еще несколько активистов Украинских крымчан, которые также интересуются этой темой Ну вот, собственно, эти новости на данную минуту Если, например, говорить о многих этих событиях И вспоминать, что сообщение о избиении Владимира Балуха появилось вечером в пятницу Эту информацию прокомментировал зампред МЧГОС Он рассказал о том, что был такой инцидент Что Владимира очень сильно избили Но потом в субботу адвокат Владимира попытался попасть в СИЗО Его не впустили к Владимиру, сославшись на то, что это неприемный день, выходной Но вместе с тем начальник СИЗО Сергей Максименко Рассказал адвокату, то есть прокомментировал эту ситуацию Сказал, что никаких конфликтов не было СИЗО работало в штатном режиме То есть любые какие-то конфликты и избиения он исключает Более того, в тот же день, в субботу, появилось сообщение на радиостанции Эхо Москва российской И эту ситуацию с Владимиром Балухом Им прокомментировало руководство Федеральной службы Исполнения наказаний И они объяснили эту ситуацию В принципе, не может быть никакого факта избиения Владимира Потому что к нему приковано внимание общественности очень сильно И что сотрудники СИЗО, в принципе, не пошли бы, наверное, на какие-то такие действия Потому что Владимир достаточно медийная фигура Достаточно известная фигура в медийном поле Более того, Федеральная служба исполнения наказаний Прокомментировала Эхо такую информацию, что Владимир не держит голодовку Что он опитается абсолютно нормально И это видно на камерах наблюдения Которые установлены в его камере, где он сидит Но, вместе с тем, я виделся с адвокатом Владимира Ольгой Динзе И она мне рассказала о том, что Владимир все-таки держит голодовку Но в том режиме, в котором, собственно, он ее держал большинство времени Вот сколько он голодовит Ест овсянку, сахари, пьет воду и иногда чай Спасибо, Тарас Это был журналист Тарас Ибрагимов Он находится возле Симферопольского СИЗО, где удерживает Владимира Балуха Мы будем отслеживать ситуацию и более подробно расскажем уже в выпуске в 19.00 Крымчанина задержали в декабре 2016-го Как утверждало ФСБ, на чердаке дома мужчины нашли боеприпасы Мужчина своей вины не признал В январе 2018-го его приговорили к 3,5 годам колонии и поселения Затем срок увеличили, обвинив в избиении начальника СИЗО Во время оккупации Крыма Владимир Балух не снял с крыши своего дома украинский флаг Защита считает, что Балух в заключении запорук проукраинскую позицию Крымчанин держит голодовку уже 183 день Российский омбудсмен готова на взаимное посещение с украинской стороной Вышинского и Балуха Об этом Татьяна Москалькова заявила журналистам в Саратове Взаимной визиции предложила украинский омбудсмен Людмила Денисова После сообщений о том, что голодающего Владимира Балуха избили в Симферопольском СИЗО Мы пытаемся связаться с Людмилой Денисовой за подтверждением о взаимных визитах На наши звонки пока никто не отвечает Свободу Олегу Сенцову с таким призывом обратилась со сцены украинская группа Дагдотерс К полякам на сцене в Познане Перед исполнением песни «Томо и море» группы Скрябин Одна из участниц коллектива отметила, цитирую «Мы хотим, чтобы Крымское Черное море было нашим Мы хотим, чтобы Украина была независимой» Позже, во время исполнения песни, на экране появилась надпись «Спасите Олега Сенцова» В конце выступления девушки подняли украинский флаг и табличку с надписью «Освободите Сенцова» Украинского режиссера Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Обвинили крымчанина в терроризме Сейчас Олег Сенцов прибывает в колонии в Лабытнанге 14 мая режиссер объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных Без еды Олег Сенцов уже 127 день Марлен Мустафаев вышел на свободу Активист крымской солидарности отбыл 12 суток админареста На этих кадрах около 20 соотечественников встречают его у оккупационного симферопольского СИЗО Марлен Мустафаев поблагодарил всех, кто его поддерживал и призвал других активистов не бояться преследований По его словам, он до конца так и не понял, за какую публикацию его осудили Я хотел напомнить о том, что подобные роды попытки давления будут происходить Особенно в плане инакомыслия, в плане перепостов Хотелось бы напомнить о том, что и подсказать, чтобы ребята делали свое дело, не забывая о том, для чего они делают Ответственность и обязанность перед обществом, перед журналистом Марлена Мустафаева сотрудники ФСБ задержали в рамках обыска 4 сентября Оккупационный киевский районный суд Симферополя арестовал его на 12 суток По версии следствия, в августе 2014 года крымский татарин опубликовал в социальных сетях пост Символикой запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир Обыск в доме Марлена Мустафаева проводился второй раз за последний год Около сотни человек протестовали под Генеральной прокуратурой Украины Люди недовольны тем, что ГПУ экстрадировала в Россию Тимура Тумгоева Требование активистов уволить генпрокурора Юрия Луценко и его зама Евгения Енина По словам участников акции, экстрадированный Тумгоев, доброволец, участвовал в боевых действиях на стороне украинских военных Юрий Луценко считает правомерной выдачей Тумгоева России По словам генпрокурора, Тумгоев проиграл Украине в 8 судов А Европейский суд по правам человека дважды отказал ему в прекращении экстрадиции З огляду на заяви про невероятное жестокое поводчение из них на территории Российской Федерации Уже сегодня наше консульство отривало указанку відвидать его в соответствующем западе, где он утримается И будет это делать регулярно Гарантую, что любая людина, которая воювала за нашу Украину на фронте И имеет на это соответствующие подтверждения Будет защищенной силой украинской державы Но манипулировать этим для того, чтобы накопичивать на территории Украины Десятки и сотни криминальных, в том числе террористических элементов Мне не позволяет ни моя посадка, ни мои поклонения Глава Меджлиса Рифат Чубаров расценивает экстрадицию Тимура Тумгоева Как потенциальное убийство оппонента российского правительства Об этом он сообщил на пресс-конференции По словам Чубарова, Украина должна прекратить выдачу информации о ком-либо по запросу российской стороны Время войны российско-украинской, агрессии российской на Украину Мы не можем и не должны выдавать ни к человеку, несмотря на то, что она рассчитывается российской стороной Незвижая от того, какие там были формальные преды, какие там были морально-этичные Украинский чиновник теперь работает на оккупационной власти Крыма Крымские активисты обнаружили, что экс-чиновник Сергей Калиниченко из Днепра Перебрался на полуостров и теперь занимает должность в Ялтинской оккупационной администрации В 2016 году Калиниченко занимал пост в управлении государственной миграционной службы в Днепропетровской области Однако через полтора месяца работы покинул пост В феврале этого года Калиниченко заступил на должность начальника Департамента имущественных и земельных отношений Ялты В прокуратуре Автономной республики Крым ситуацию Сергеем Калиниченко пока не комментирует Крымская декларация США Что ожидать дальше от мировых лидеров и как удержать тему деоккупации полуострова на повестке дня Эти и другие вопросы обсудили в Киеве на панельной дискуссии Крымская декларация, что дальше Она прошла в рамках ежегодной международной конференции Ялтинской европейской стратегии Кто был на мероприятии и что обсуждали, расскажет Руслан Халапов Война на востоке Украины остановила российскую экспансию в Европу Об этом заявляет заместитель министра юстиции Сергей Петухов И добавляет найти решение деоккупации Крыма будет непросто Сьогодні Крым вписан в Конституцию Російської Федерації З Криму вигнали по факту активное населено, яке протидело російській окупації Там знищується українська мова, українська церква, кримсько-татарская идентичность Туди завозиться населення з Російської Федерації Тому очевидно, вирішення цієї проблеми, яку створила Російська Федерація Неможливо шляхом простого повернення до статусу КВО Відповідно, решения, які має знайти і Україна, і міжнародна спільнота Будуть складними і нелинейними Для деоккупації полуострова в першу очередь важны действия України Говорит глава Меджлиса Ріфат Чубаров По його словам, один із главних шагів к возвращению Крима Создання кримсько-татарской автономії Актуалізація саме з боку української держави І по різних аспектах По різних аспектах Починаючи від внесення змін до Конституції України Щодо відновлення прав кримсько-татарського народу Щодо удосконалення статусу кримської автономії Щодо демонстрації міжнародному товариству Яким буде Крим після того, як буде відновлений суверенітет України Создати кримсько-татарське представництво Бюсселі Предложив Бруно Лете Експерт по вопросам безопасності і оборони фонда Маршалла По його мненію, це дасть можливість Держати більш тісний контакт з Європою І заверив, тільки постійне давлення на Росію Приведе до окупції полуострова Маємо вести діалог з Росією Я думаю, що тільки тиск насправді допоможе знайти рішення Вважаю, що дуже важливо відв'язати проблему Донбасу від проблеми Криму Я думаю, що Захід дуже сильно сконцентрований, сфокусований на подіях, що відбуваються на Сході України І таким чином втрачає трошки уваги щодо Криму І Росія з цього користується В рамках дискусії була представлена фотовыставка, посвящённая коренним народам полуострова Щоб напомнить гостям і участникам форума о кримських татарах і аннексії Крима Руслан Халапов, Елена Земляная, новости ЮАКРЫМ На цю минуту це все новости В студії був Александр Белов Следуючий выпуск новостей уже в 19.00 Оставайте с нами і підписуйтесь на ЮАКРЫМ в Фейсбук Субтитрувальниця Оля Шор